Приветствую всех, это «Карта мира», я Егор Низамов. Британский премьер Дэвид Кэмерон сегодня начнет один из главных своих социальных проектов. Он объявит войну пьянству и предложит ряд инновационных способов борьбы с этим пороком. Дэвид Кэмерон сегодня посетит одну из больниц на северо-востоке Англии, где у него запланирована встреча с докторами, полицейскими и парамедиками. На этой встрече, как ожидается, он расскажет о том, как его правительство собирается побороть пьянство. Алкоголики и просто пьющие обходятся британскому бюджету в 4,5 миллиарда долларов каждый год. И это только затраты на лечение, консультации и, скажем так, на скорую помощь. А если сюда прибавить ущерб от преступлений в состоянии опьянения, то цифра вырастет аж до 35 миллиардов долларов. Кэмерон считает, что эту проблему надо срочно решать, а то станет еще хуже. В его сегодняшней речи есть такой отрывок. За последние 10 лет мы увидели, насколько устрашающе быстро выросло количество людей, которым кажется, будто напиваться на публике, совершать преступления и сеять страх – это нормально. Я намерен справиться с этой проблемой, уверенно закончил Кэмерон. Что же он предлагает сделать? В первую очередь он хочет, чтобы алкоголь был дороже. К этому призывают почти все британские врачи. Они уже подсчитали, скольких смертей можно было бы избежать, если установить минимальную цену на так называемую дозу спирта. Это примерно пол рюмки водки или пол кружки пива. Скажем, при минимальной цене в 30 пенсов за одну дозу в год умирали бы на 300 человек меньше. А если цена будет 50 пенсов, то можно было бы сохранить жизнь 2000 человек. Чем крепче напиток, тем он получается дороже. Поэтому британское министерство здравоохранения просит производителей спиртного снижать градус, если они хотят удерживать цены на прежнем уровне. Вдобавок к этому, Кэмерон предлагает воспользоваться иностранным опытом и начать строить по всей Великобритании вытрезвители, чтобы пьяных людей не надо было отправлять в поликлиники или в полицейские участки. Пусть отсыпаются в специальных местах. Для Лондона вытрезвители, может, и кажутся инновационными, но вот в России все такие учреждения закрыли еще в прошлом году. Впрочем, британские власти об этом не упоминают. Они утверждают, что в Соединенных Штатах вытрезвители, наоборот, работают, поэтому с этой идеей все в порядке. Кэмерон приготовил еще одно новшество. Это специальные автобусы, в которых ездят парамедики и оказывают первую помощь пьяным бедолагам. Например, проводят детоксикацию, чтобы привести их в чувство. Такие автобусы уже ездят по Лондону, просто их должно стать гораздо больше. Сколько денег потребуется на все инновации, пока никто не знает. Но на борьбу с пьянством их жалеть не принято. Как уже показал и американский, и российский опыт.